25 погибших, больше 60 раненых. Российские войска совершили очередной теракт в Запорожье. По городу оккупанты выпустили 16 ракет С-300. Три из них попали в колонну мирных жителей. Люди ехали на оккупированную территорию, везли гуманитарную помощь и должны были забрать своих родных на свободную часть Украины. В полиции сообщили, что на выезд из Запорожья стояли 248 гражданских машин. На момент атаки в них было около 100 человек. Среди пострадавших в тяжелом состоянии госпитализирован пятилетний ребенок. Еще один трехлетний ребенок чудом выжил, а его родители погибли. Также получил серьезные травмы водитель автобуса и волонтеры, которые регулярно доставляли гуманитарный груз на временно оккупированные территории. 1 октября в Запорожской области объявлен день траура по жертвам российской агрессии. Россия тем временем ожидаемо обвинила в массовом ракетном обстреле Украину. О том, что сейчас происходит в Запорожье, Олег Буряк, глава Запорожской районной государственной администрации, расскажет нам. Приветствуем вас, Олег. Да, здравствуйте, добрый вечер. Очень грустный день, да, он начался с этой ужасной атаки террористической, одна цифра, 16 ракет С-300, это немыслимый удар. Расскажите, что происходит сейчас, как вообще в регионе ситуация? Ну, в регионе на самом деле ситуация в состоянии траура. Люди переживают вместе со всеми семьями, которые утратили своих родных, близких. У меня сегодня был деловой контакт с одним человеком, и мы начинаем с ним разговаривать. Я говорю, я вот приехал сейчас, там вот такая, это самое, а он мне говорит, а у меня там племянник погиб, а племянник был полицейским. Поэтому такая история, знаете. У меня немножко уже другие цифры есть, то есть там больше раненых и больше погибших. Вот, и, ну, в Запорожье мы между собой общаемся, люди разговаривают в полголоса. Кроме ненависти, ярости, желания просить за всё, у нас, у запорожцев, другого желания нет. Вот, поэтому эта трагедия, которая там произошла, она вообще не поддаётся никаким оценкам и объяснениям. Я читал заявление вот этого, одного из предателей Рогова о том, что якобы кто-то мечтал выехать в Россию, и поэтому ему устроили такую провокацию. Это, человека, язык надо отрывать за такие разговоры. Нельзя на крови, нельзя на горе людей устраивать своё какое-то бесперспективное на самом деле будущее. Поэтому мы, запорожцы, разговаривая, обсуждая этот вопрос, у нас точно воля не сломлена. Мы точно будем стоять до последнего и свою территорию не отдадим. И нас больше всего, знаете, что коробят, когда они называют, что якобы это Запорожье. Не часть Запорожьей области там была подписана этим мерзавцем Путиным, а якобы Запорожье. Постоянно называет вслух, эта сволочь имеет право называть вслух наш город, что он якобы там что-то подписал по Запорожью. Запорожье стоит и будет стоять, и ничего ему с Запорожья не обломится. Да, это понятно всё, что вы, это всё понятно. А по поводу цифр, можете, Олег, назвать новые цифры, которые вы располагаете по жертвам террористической атаки сегодняшней? Давайте, они будут официальные. Есть лица, которые полномочены заявлять об этих цифрах. Поэтому я могу либо подтверждать, либо опровергать. Поэтому, пускай будет официальное заявление, у нас есть руководитель областной государственной военной администрации, Ставь Александр Васильевич, и пускай он уже, когда примет решение, пускай заявит об этих цифрах. А есть ли возможность сейчас доступа международных организаций для того, чтобы зафиксировать всё произошедшее? Есть ли доступ международных журналистов для того, чтобы опять же фиксировать для дальнейших судов международных той трагедии, которую они совершили? Есть ли доступ международных медицинских организаций для того, чтобы оказывать помощь? Я так понимаю, что она сейчас очень необходима. Вам справляются ли ваши потужности и возможности вашего региона непосредственно? Есть ли всё необходимое? Значит, всё необходимое точно есть. Событие произошло буквально, я не знаю, в 400-500 метрах от областной больницы. Поэтому в областной больнице есть все необходимые возможности и мощности. Игорь Шишко, глава областной больницы, сделал уже заявление. Он рассказывал о том, какие проводятся медицинские мероприятия с пострадавшими. И поэтому с этим вопросом у нас закрыт. Всё нормально. Спасибо за то, что вы нам сочувствуете и желаете помочь. Значит, по поводу доступа журналистам. Сначала есть протокол. Отрабатывают спецслужбы, отрабатывают пиротехники, МЧСники, медики, полицейские, служба безопасности, разведка. В общем, все-все-все службы, которые должны отработать, они отрабатывают. Работает комиссия от администрации, которая всё полностью фиксирует. Как только эти процедуры будут закончены, потому что, вы понимаете, столько жертв, и это быстро отработать нельзя. А это следы, это улики. Тем более у нас сегодня было ещё, знаете, чем плохо. Дождь пошёл. Был такой яркий, интенсивный дождь. И как раз вот тоже, как бы, следы определённые там для криминалистов были тоже смыты. Поэтому аккредитованных журналистов у нас на территории Запорожья и Запорожского района достаточно с разных стран. И США, и Великобритания, и Европа. Ну, в общем, журналистов достаточно. Местные представители наших каналов, как запорожских, так и национальных. Все журналисты есть. Как только наш медиа-центр, руководитель там Ливан Шишинашвили даёт добро, то журналисты допускаются сразу же к месту трагедии и могут фиксировать. В любом случае у нас есть достаточное фото- и видеоматериалов событий, которые по необходимости, как только будет команда, чтобы это всё придать публичности и опубликовать, все журналисты обязательно получат все материалы, которые у нас есть. Поэтому, да. Вы знаете, такой вопрос, наверное, он больше, наверное, к людям, которые представляют службы безопасности. Но ведь мы понимаем, что ударить по такой колонне, это нужно было иметь информацию, что такая колонна есть и как она передвигается. На самом деле это абсолютно незакрытая информация. Это согласованная с той стороной колонна. То есть эта процедура у нас движется с марта месяца, то есть начала войны. Сначала это были самостоятельно там выдвигались, люди просто мигрировали. Это же въезд, южный въезд в город Запорожье. То есть это авторынок сразу же, бывшая территория авторынка. И это сразу же, как только с южного въезда заезжаешь, там кольцо поворачиваем на Ореховскую трассу. И сразу же с правой стороны огромная стоянка такая, территория, на которой могут разместиться достаточно большое количество автомобилей. К восьми утра автомобили съезжаются в зависимости от электронной очереди, которая существует. То есть люди заранее регистрируются, становятся в эту очередь. И дальше уже с восьми утра формируется колонна. И как только полиция дает, и военные дают добро на то, чтобы колонна выдвигалась, он в сопровождении патрульной полиции двигается туда, в сторону разграничения, и дальше уже самостоятельно двигается на обмен. Сначала пропускается с одной стороны колонна, другая пропускается через другую сторону. Поэтому колонны абсолютно гражданские. Там никаких военных нет, никого там нет. И рядом военных нет, потому что понимание о том, что это формируются здесь гражданские колонны, и любое размещение любых подразделений вооруженных сил Украины может привлечь внимание со стороны противника. И, соответственно, мы можем людей, они могут попасть под вот такой вот обстрел. Поэтому все военные с той стороны выведены, дабы не дать, во-первых, областная больница, чтобы ее не подвергнуть обстрелам и каким-то прилетам случайным. И второе — это вот эти гражданские колонны. Все это было четко просчитано, и все это сделано было для того, чтобы не подвергать опасности. То есть я к чему хочу так подробно объяснять? Враг осознанно, зная о том, все какое расписание, где формируются колонны. Все это же публично есть. В электронном виде это регистрируется все, в открытом доступе. Есть чат-бот, в котором оповещают, когда двигается колонна, начинает все. То есть у врага вся эта информация есть. Поэтому он цинично, осознанно совершил обстрел этой территории. Тактика вот такого запугивания гражданского населения, гражданского общества — это, в принципе, принятная тактика Путина. Это уже понятно за все эти семь месяцев. Но на самом деле у вас, по сути, сейчас есть возможность обратиться. Ведь нас смотрит огромное количество и российской аудитории. Ведь сегодня погибли, среди прочего, еще и волонтеры из Мелитополя, которые ценой своей жизни пытались вывести и эвакуировать людей из оккупированных территорий. И вот такими запугиваниями стараются остановить волонтерское движение. Из ваших слов, в начале вашей речи я поняла, что это им не удастся. Ведь совершенно разные в этом смысле не те, которые бегут от мобилизации, а те, которые ценой своей жизни вытаскивают людей из оккупации. Как будет дальше работать волонтерское движение? И, может, вы хотите обратиться к русскоязычной, к российской аудитории, к которой есть сейчас у вас возможность сделать? Первое. Страха точно нет. Есть смятение. Смятение из-за негодования. Непонимание зачем. Ну, то есть невозможно не объяснить ни любой, там, знаете, какими-то историческими фактами, событиями, каким-то личным отношением неприязни к одной нации и к другой. Невозможно объяснить убийство людей просто так. Невозможно объяснить. Второе. Если они такие читающие истории, пускай они обратятся к своему классику и зададут себе вопрос. А судьи кто? Какое право они имеют судить? Почему они наделили себя правом суда? Тем более судить об уничтожении целой нации. Нас создал Бог по образу и подобию своему. И только Бог имеет право наделить нас жизнью и забрать эту жизнь тогда, когда посчитают нужным. Я не думаю, я не вижу там ничего светящегося за головой Путина. Вот точно там он не Бог и никакой не человек, который имеет право на это судить. Поэтому всем русским хочу сказать, читайте своих же классиков, перестаньте учить всех остальных. Себя сначала научите. Это по поводу обучения и страха. Мы точно будем за свою землю воевать. Мы точно дальше продолжим копать окопы, рыть блиндажи, будем кормить своих солдат, своих офицеров, будем забирать их к себе на ротацию, создавать им все максимальные условия, чтобы они смогли максимально отдохнуть и обратно вернуться на фронт. Из-за каждого убитого по 10, по 100 врагов забирать жизни. И вот эти 300, которых мясо хотят мобилизовать, мы готовы к тому, чтобы их превратить в фарш. А вот вы, россияне, готовы к тому, чтобы ставить фарш? Подумайте над этим. Да, сильно, Олег. И знаете, сегодня, слушая речь Путина, по долгу работы мы вынуждены следить за этим человеком, меня поразило, как много он туда вложил в эту речь, разных цитат. Представьте, не постеснялся даже Евангелие, цитировал Нагорную проповедь Иисуса Христа. Это к слову о цинизме. То, что произошло в городе вашем, как раз по времени совпало между подписанием указов об аннексии, как там написано, независимость была, до фактической церемонии подписания вот этих коллаборантами этих соглашений, абсолютно бессмысленных, ничего не стоящих. Вы видите в этом, вот в том, что между этими событиями они совершили какую-то... Как это можно объяснить? Почему они это сделали именно в тот день, когда занимались аннексией временно оккупированных территорий? Да, ну это все очевидно. Им нужно было показать. Первое. Ну вы же видите ли, у них есть публичные источники, где они говорят о том, что там 90 с чем-то процентов люди проголосовали за то, чтобы оккупированные территории стали российскими, мечта этих жителей, да? Второй момент. Мы же знаем фактически, сколько людей голосовало. Ведь те люди, которые там остались, мы держим с ним связи, созваниваемся, обсуждаем и так далее. То есть мы четко знаем, что происходило. Ну, например, мне звонит мой знакомый, очень знакомый с одного из оккупированных городов, и говорит, он сейчас на секторе живет. Он взял отработку солидола, помазал ручку. Эти приходят, хоп, за ручку, и испачкались. Руки все в солидоле. Кинулись, салфеток нет. Он говорит, я в окно смотрю, и, ну, мне, говорит, смешно. Достают эти же свои же бюллетени, и, говорит, при мне тремя бюллетенями вытерли руки. Он говорит, минус три. Поэтому вот таким вот, знаете, партизанским способом, ну, очень интересным, таким, неожиданным, ну, я удивился такой смекалке. Люди саботировали эти вещи. Не открывали двери в своих домах, в своих квартирах. Не выходили в это время на улицу. Старались максимально не появляться и нигде не пересекаться вот с этими урноносителями под дулами автоматов и в бронежилетах, и в касках. Поэтому, понимая о том, что картинка не бьется с заявленным, им нужно было создать вот такой вот повод для того, чтобы обвинить, что мы запугиваем, мы не даем людям, а они на самом мечтают, деле и хотят. Поэтому все эти три события, референдум, подписание, обстрел, это все звенья одной цепи. Это четко продуманный, такой, знаете, дьявольский сценарий. Поэтому, а когда дьявол, извините, начинает уже Евангелие цитировать, ну, это, мне кажется, куда там Кирюша их смотрит, патриарх. Да, там уже на подходе и четвертый этап, это первое время чумы, там у них празднество на главной площади, об этом мы, наверное, позже поговорим. Знаете, Олег, вот я сейчас о чем подумала, ведь насильно оккупировать, это уже было в истории не раз, насильно оккупировать, возможно, возможно, так будет тавтология, но как насильно удержать, учитывая, как вы видите, то противостояние, нарастание внутренней агрессии у людей после увиденного сегодня, и каким образом это внутреннее партизанское движение остановить, какими силами, какими убеждениями, если запугивания не работают? На что они надеются? Да, раз он цитирует Евангелие, там, да, но сначала было слово, так вот его слово вообще не ложится на наше сердце, вообще не ложится. И если бы он захотел что-то бы понять, то ему надо было сначала с нами пообщаться и понять, а действительно мы идентифицируем себя как какими-то там малоросами. Ну то есть он изначально, пытаясь втянуть Украину в состав России, изначально устанавливает место, что вы там где-то маленькие, младшие. Ну вообще, кто на это согласится, кто на это подпишется? Это первое. Второе. Ну если любит цитировать историю и смотреть исторические факты, ну вообще-то Киевская Русь, это мы. И русские слова, и русский язык, ну вообще-то это мы. Да, может быть, Пушкин там и придал русскому слову, русскому речи определенную певучесть и красоту. Ну вообще-то зарождалось колыбелью всего, здесь это находилось. И эти вещи он пытается подменивать. И когда он у нас пытается забрать нашу идентичность, нашу историю, то, с чего всё зарождалось, ну это точно будет вызывать у нас антагонизм. То есть он пытается нас сделать хуже себя. То есть нас уже поставить в позицию, я не знаю, холопов что ли, ну чего там, где-то вот пониже. И поэтому это в первую очередь вызывает, изначально уже его вся эта философия, идея вызывает антагонизм. Это первое. А второе. У нас есть наши дети, и у нас есть наши женщины, наши жены. Он своей агрессией заставил нам прятать своих женщин и детей и отправлять их в безопасное место. Спасибо большое Европе, которая приняла. Спасибо центральной Украине, западной Украине, которая приняла здесь у себя наших женщин и детей. Так вот, он не понимает, что для нас здесь, запорожская земля, ничего не стоит, если по ней не бегают босоногие ножки наших детей. Олег, честно говоря, надо быть не просто безумцем, а человеком, который вообще ничего не знает в истории, чтобы что-то говорить про Запорожье и Херсон, про земли казацкие, земли свободные, земли гуляй-поле. Это настолько извращенное представление об истории. Кстати, о рифмах. В ночь с 29 на 30 сентября, как раз сегодня, в этот день, в 1938 году состоялось подписание Мюнхенского соглашения, того самого Мюнхенского сговора, который позволил на следующий день, 1 октября, аннексировать нацистской Германии и Судетскую область Чехословакии. Ну и маховик мировой войны был запущен. Не знаю, читал ли про это Путин, он про историю много говорит в последние годы, но вот такое совпадение. Вы видите какие-то совпадения, Олег? Ну, я не занимаюсь конспирологией. Я стараюсь больше верить фактам и событиям. Я не вижу смысла играть и жонглировать истории, потому что у человека, у которого нет оппонентов внутри своего сообщества, ну как можно говорить об истории? Он утверждает, все остальные принимают. Ведь у них же нет дискуссии на эту тему, нет дебатов. Все, кто пытается высказать альтернативное мнение, его либо садят в тюрьму, либо они выезжают за территорию России. Поэтому обсуждать с ним историю бесполезно. Как можно обсуждать с человеком, вообще обсуждать какую-то тему, если он не готов с тобой говорить на равных? Он же хочет только либо силы, либо никак. Поэтому нет смысла вообще пытаться говорить о каких-то фактах, событиях или датах, когда у человека, ну он живет в другом мире. Нужно объективно понимать, что его возраст 77 октября. И я так понимаю, что у него там есть какой-то определенный период, отрезка, который он, наверное, даже знает, сколько ему осталось на этой свете жить. Поэтому вот эта агония, которую он устроил, она реально агония. Потому что логики там нет. Там же нет света в конце туннеля. Точно то, что он устроил, это тупик. Тупик в отношениях с Украиной. Тупик в отношениях со всем остальным миром. От него даже отвернулись все члены ОДКБ. Они ему продемонстрировали тогда, вот при последней встрече. Ему даже и его патрон Китай продемонстрировал отношение к нему. Поэтому, ну о чем можно говорить? У человека реальная агона, он загнанный. Нужно понимать, как вот в этой загнанности нейтрализовать последнее его намерение, то, что он нам всем угрожает, ядерным ударом. Вот нужно думать о том, как это нейтрализовать. Причем думать всем миром. Объединяться. Неважно, поддерживающие нам стороны или когда-то поддерживающие его стороны мира. Нам нужно всем объединиться, потому что ядерная война, она точно никому не нужна. И нужно детей возвращать в свои дома и семьи. Тогда в этих домах есть ценность. Потому что мне нужен смех моих четверых детей в моем доме. Я только об этом мечтаю. И ради этого я воюю. Я не за дом свой воюю. А я за то, чтобы снег был моих четверых детей в моем доме. Моих двух девочек и моих двух сыновей. Вот в чем суть моей войны. А как вы сказали, сначала было слово, ну и пора переходить к делам. Спасибо за то, что вы делаете, Олег. Спасибо за ваше эмоциональное выступление в нашем эфире, за вашу работу. И будем держаться. Спасибо вам большое.